Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина, мама трехлетнего непоседы. Молодые, даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов, как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Порядка 600 учеников сели за парты в долгожданной новой 11-й школе на улице Зорге. Учреждение торжественно открыли на линейке в День знаний. На праздники собрались родители школьников и почетные гости. Открытие школы номер 11 на улице Зорге город ждал давно. Саровчане активно обсуждали тему о строительстве объекта, но больше всего момента, когда откроются двери в школу, ждали учащиеся и родители. На День знаний на линейке, посвященной новому учебному году, учреждение, наконец, торжественно открыли. Школа рассчитана на 600 учащихся. Здесь будут обучаться школьники с 3 по 11 класс. В здании располагается три спортивных зала – игровой, легкоатлетический и тренажерный. Большой актовый зал. Школа оснащена элементами безбарьерной среды, большим количеством интерактивного и экспериментального оборудования. Первые ученики новой школы номер 11 уже сели за парты. Это первая школа, которую мы сдаем за последние 20 лет в нашем городе. Это действительно знаковое событие. Посмотрите, какой серьезный, грандиозный объект удалось построить. Было непросто. Я действительно хочу сказать настоящей благодарности всем, кто участвовал в этом, кто сделал это возможным. Объект большой, понятно, по нему еще много есть вопросов, замечаний, но в целом он готов, и он готов принять наших ребят. В 2019 году началась стройка этого объекта, но всеми силами и всеми усилиями мы этот объект достроили. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые дети, я поздравляю вас с этим замечательным днем. И прежде всего мне хочется поздравить всех первоклашек, которые только-только начинают свой путь и тягу к знанию. Поэтому первоклашки только вперед, только вперед. С праздником! На линейке присутствовали и первоклашки. Для них этот день – один из важных этапов в жизни. Ребятам предстоит постичь много наук, открыть новые знания, завести новых друзей. Словом, для них открывается большой и увлекательный мир. Ты готовилась к школе? Да. Как готовилась? Ну, училась там, писала буквы там, не знаю, примеры. Как ты будешь учиться? На какие оценки? Не знаю, пока что я сама не знаю. На какие хочется учиться? Ну, на пятерке. Не менее волнительный этот день и для ребят, которые перешли в 11 класс. В качестве учеников они присутствовали на торжественной линейке в последний раз. Впереди предстоит выбрать специальность – предметы для сдачи ЕГЭ и ВУЗ. Многие старшеклассники уже поставили себе на год большие цели. У меня сейчас есть цель победить в Большой перемене. Я участвую. Забрать заветный миллион, чтобы куда-то его потратить. Может быть, на жилье или на другую технику. Также очень хотелось бы достойно представить родную школу и сдать ЕГЭ. Ну и поступить в престижный университет. Грустно расставаться с учителями, с одноклассниками, с которыми ты уже за 11 лет очень сплотился в один единый коллектив. Конечно, хочется как раз 11 класс еще больше и как раз больше времени проводить вместе, чтобы вот эту каплю в море заполнить. И не было так обидно, что что-то не сделали. После линейки школьники разошлись по классам. Там у них прошло занятие, разговоры о важном. С началом учебного года вопрос безопасности юных пассажиров и пешеходов становится наиболее актуальным. Родители каждое утро перевозят своих чат, не всегда соблюдая элементарные правила. О необходимости использования детского автокресла и правилах его выбора рассказала старший инспектор по безопасности дорожного движения Елена Пантюхина. Перевозить детей на руках или в свободном положении категорически запрещено. Правило элементарное, но родители иногда пренебрегают им, особенно если расстояние до школы или сада небольшое. Даже на короткой дистанции может случиться авария, в которой ребенок может получить серьезные травмы. В этом году произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних. Пять из них это были пассажиры. Все ребята получили травмы в различной степени тяжести. Однако, если посмотреть статистику, то наиболее меньшие травмы получили те дети, которые были пристегнуты ремнями безопасности, либо перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Для обеспечения безопасности юного пассажира подходят автолюлька, автокресло и бустер. Выбирать их нужно правильно. Для детей до года используют автолюльку с маркировкой «Ноль». В ней ребенок может лежать горизонтально и удерживаться спецремнями. Такую люльку устанавливают на заднее сидение машины перпендикулярно ходу движения. Дети от года до семи лет должны ехать в детском автокресле, которое соответствует росту и весу. Если посмотреть на его маркировку, то есть повернуть вот так, вот здесь у нас указана весовая группа. То есть это кресло предназначено для двух весовых групп. 9-18 кг и 15-25 кг. Для того, чтобы правильно выбрать детское удерживающее устройство, нужно посмотреть еще на другую маркировку. Так как все детские кресла у нас подлежат обязательной сертификации на детском удерживающем устройстве, обязательно должна быть обозначена информация. Сделана она вот такой оранжевой этикеткой. То есть здесь указано какое-то кресло универсальное, либо предназначено для какой-то определенной весовой категории. Также здесь указана страна-производитель. Это в кружочке у нас буква. На наклейке также должен быть номер испытаний. Можно зайти на официальный сайт и по нему увидеть, какие краш-тесты прошло устройство. Детей от 7 до 12 лет на заднем сидении машины можно перевозить не только в автокреслах, но и с использованием штатного ремня безопасности, если рост чада выше полутора метров. На переднем сидении несовершеннолетний до 12 лет должен обязательно ехать в специальном устройстве. Если такая перевозка осуществляется без него, соответственно водителю, который перевозит маленького пассажира, грозит штраф в 3000 рублей. Если водитель использует так называемые треугольники для адаптации обычного ремня, для того, чтобы пристегнуть данного маленького пассажира, то это не будет считаться детским удерживающим устройством. В связи с тем, что такие треугольники не подлежали сертификации. К тому же на основе многих краш-тестов доказано, что такие устройства более вредят ребенку, чем обычный ремень безопасности. Госавтоинспекторы также напоминают, что просто посадить ребенка в автокресло недостаточно. Нужно его именно пристегнуть, иначе они имеют право выписать штраф. Безопасность детей – обязанность родителей. Приобрести сертифицированные, стильные, удобные автокресла можно в магазине «Наш малыш» торговый центр «Плаза», третий этаж. В новом сезоне мы запускаем рубрику «Юные таланты». В ней мы будем рассказывать о детях, которые успешно покоряют спортивные, музыкальные, научные, и художественные вершины, а также о родителях, которые мотивируют свое чадо. Первым героем рубрики стал начинающий, но очень трудолюбивый и способный авиамоделист Герман Лавренченко. Герман Лавренченко, 12 лет, занимается в объединении авиамоделистов станции юных техников первый год. Среди достижений первое место в личном зачете в Самаре на Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию среди учащихся и первенстве России по кордовым авиационным моделям. Третье место среди юниоров на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту в категории кордовых моделей. Моё хобби – это авиамоделизм. Я пришёл к этому благодаря тому, что меня на кружок привела Надежда Андреевна. Раньше я была в электрофицерной игрушке, это такой кружок на счёте. И когда заканчивался второй учебный год на этой электрофицерной игрушке, то Надежда Андреевна и ещё несколько ребят, с которыми я была на этом кружке, повела на экскурсию на этот кружок. Мне понравился, и я в следующем году захотела записаться на этот кружок. Мне нравится заниматься в этом кружке, что-то мастерить своими руками, летать на том, что я смастерил своими руками и выигрывать. Родители себя поддерживают в этом? Да, родители меня в этом поддерживают. Я ездил на первое соревнование в Самару, взял первое место, плату и медаль привёз. Тренируется, нравится. День рождения – долгожданный праздник для всех детей без исключения. Если маленький ребёнок будет счастлив простой анимации с персонажем из любимого мультика, то Чаду повзрослее уже хочется разнообразить события – тусовкой с друзьями и общими активностями. Идеальное решение – батутный центр. В том, как весело провести детский праздник, разбирались вместе с инструкторами «Гуд Батут». День рождения – праздник, который дети ждут с нетерпением. Перед родителями часто стоит вопрос, как организовать события, которые оставят массу положительных эмоций, позволят ребятам реализовать всю свою энергию. Батутный центр – идеальное решение. В «Гуд Батут» помогут провести день рождения весело, активно, с пользой для здоровья и смекалки, в формате увлекательного квеста. Для яркой и энергичной Даши подобрали путешествие в загадочный «Форт Боярд». В квесте они выполняют задания. За каждое задание, в принципе, как и в самой игре в реальной, которую по телевизору все видели, участники выполняют задания, получают ключ и слава подсказки. В конце, когда они зарабатывают все ключи, они должны добраться до цитадели, где есть сундучок, они должны его открыть, и там и подать золото. Устоять перед надвигающимися канатами, разгадать загадки старца Фуры. Часть заданий – на логику и эрудицию, другая часть – на ловкость, скорость и силу. Такой детский праздник проходит с пользой для тела и ума. Опытные инструкторы увлекают гостей с живой анимацией, не упуская из внимания технику безопасности. Перед каждым сеансом проводится разминка и инструктаж. Правила поведения на батуте у нас один человек и один батут, то есть нарушать эти правила нельзя, это основное правило. Также у нас есть пролоновая яма. В яму мы, самое главное, вниз головы не прыгаем и смотрим, чтобы там никого не было, то есть, соответственно, не закапываемся в яму. Правила в квесте – деткам самое главное нужно объединиться в одну команду, выполнять задания, получить море положительных эмоций от того, что они прошли этот квест, получили долгожданное золото, которых ожидает в конце. Кроме форта Боярд в программе есть тематический квест «Сокровища пиратов» для детей постарше – «Колесо фортуны». В Гуд-батут есть все необходимое для проведения любого события. В центре предусмотрена отдельная комната для праздничного стола, где гости смогут подкрепиться. В зоне ожидания работает интерактивная комната, а самые маленькие саровчане могут развлечься в лабиринте с горкой и сухим бассейном. Здесь ребята весело и активно проведут время, научатся работать в команде. Такой праздник однозначно запомнится детям и взрослым надолго. Мне очень понравился мое день рождения. И мы сначала разгадывали карточки, потом прыгали по канату. Расскажи, что особенно тебе понравилось? Мне понравилось все. Я очень люблю на батуте прыгать. Дочери просто 8 лет. И для такого возраста, я считаю, что уже хочется что-то такое и активное, и в то же время, где они могут применить свою эрудицию. И здесь мне очень понравился формат, потому что это прыжки, это очень активно, где они не будут сидеть на месте. И в то же время здесь анимация, именно программа «Форт Боярд», где свою эрудицию надо применить. А так как они все пойдут во второй класс, я думаю, что им пора уж к этому привыкать. Мы всем довольны, дети активные, все играют. Ну, мне нравится. Мы здесь не первый раз, будем еще приходить сюда дальше. Прыжки на батуте развивают ловкость, вестибулярный аппарат укрепляет все группы мышц. В центре действует свободное посещение, а также проводятся занятия с тренером. Есть групповые тренировки, есть индивидуальные тренировки. Групповые зависят от количества человек. Индивидуально всегда тренер работает один на один с учеником. А тут хорош тем, что он, во-первых, приносит бурю положительных эмоций. В плане физического здоровья он развивает опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость. Гибкость стоит наряду с такими спортом, как бег и плавание. То есть в одном ряду, потому что на батуте работают все группы мышц. В Гуд-батут действует множество акций и скидок. Дети до пяти лет проходят на батуты бесплатно, обязательно в сопровождении взрослого, который оплачивает свободное посещение. При визите всей семьей, мама, папа и ребенок, скидка 10%. Для многодетных и гостей с УВЗ 25%. Для именинников посещение бесплатно. Проведите интересные и веселые выходные всей семьей или с друзьями. Развлекательный центр Гуд-батут работает по адресу улица Чапаева, дом 26, второй этаж. Ежедневно с 10 до 22 часов. Посещение по предварительной записи по телефону Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч и пусть родительство будет в радость.